Интересно, вот если бы человек был как ангел, ну так, помечтаем, и вот где-то упало что-то, убило человека, наехала машина, где-то какая-то путь какая-то одна попала в голову, человек уже не был, а если бы он был только духовен, в крови не было, человек бессмертный был, что бы было на земле, а все остальное оставалось бы так. А ведь ангелы именно такие, ангел бессмертный, и между ними была война, ангелы, но они повоевали, как у Нильтона жены написано, они кидали друг друга гаранги, эй, гаранги упало, там осталось, ну он воображал, как автор, как фанта разбегает, так можно сказать, это не откровение какое-то, но все-таки была война, четко написано, и они воевали. Чем завидели? Бесусь, кофе, мечи, на белых конях, это мы читаем, в Библию. И они победили, и сбросили на землю, и ангелы те превратились в щитки, в домовых, в леших, там, в русалах, просто, ну то, что люди скажут, а что лешие есть, это Библия об этом говорит, просто сказали. Как же они бьются, и как они, какие-то повреждения есть, видимо, кому-то в полку дали, там, говорит, он назвал, написано, Бес, глухой или не мой, или он смотрел его до языка, оторвал от туманги, ну что-то же, Бес, глухой или не мой, говорит, выйди из него, ну и вам, мы считаем. Значит, какие-то повреждения еще есть, а если бы люди так были, даже подумали, страшно, что бы это ни было, а так существует боязнь, страх, как бы сделать благоудержку, как бы издачи не дали. Он в одни плоти своей сильным воплем, и по свиданиям принес молитвы и моления могущему, спаси его от смерти, и услышан Бог за свое благодовение. Хотя он и сын, однако страданиями навык по внушанию. И, приношившись, сделался для всех послушных ему, виновникам исхотения вечно. Вот о спасении много говорят, хрященники обещают стрелять, хрященники эти слова произносят, но тут написано послушных для всех, послушных ему взял церемоний о спасении. Но как бы послушных заповедях, то эти заповеди скрытые, спасается только тот, кто знает заповеди и исполняет. Вот я на Златоусте такое расскажу здесь, ты не читаешь Библию, правда не читаешь, или стоишь на церкви не поменешь, а все равно что не читаешь. Не читая, ты не знаешь, закон, я просто не знаю, сейчас не слышу это. А не знают, ты нарушаешь, а нарушают и погибаешь, и все то, что не читаешь. Суперенников этого совсем не много. Я тебе сказал, что священники повторяли каждый день, вот представьте человек, который этот проповедит. А вот я вас хочу ввести с первым размышлением таким. Вот человек попросит проповедей, что сказать? Какая беда? Вот смотрим на Ангел Таусь сидит. Пишет толкование, думает сказать об одном. И вдруг идет и нищий, отрубленная рука, он вытягивает руку, мороженый там, холодный, синий, подает милостырь. За того, что сверху он проповедит, конспектный святой уступил и начал говорить о милостырье. Почему никто не подал, почему он доводен, почему его не обогрели, а тогда не было никаких фондов. Люди, каждый был предоставлен саму себе, ведь это равно страхование, ничего этого не было. Пока мы привыкли к этим сегодняшним запросам государства о нас, а тогда этого не было. Старость, старость, выборшен на улице, никому-то не нужно, никто не поможет. Почему Василий Никита только при своем храме кормил около трех тысяч человек, церковью не занималась. А сегодня, какому-то, когда получалось пенсию, что десертонеры больше всего на работе получают. Он больше, что убивает, там, сто рублей не хотят дать. А другой пенсионер, вот я спросил, в тюрьме пошел, я говорю, столько, да чуть побольше миллиона пенсии. Так маленькая тюрьма, маленькая всего, и больше миллиона получает в тюрьме. Отпись ему виновником спасения вечного, быть навещенным богатрой, священником, починами от ищеда, то есть наш патриарх Христос. А тем напишало бы нам говорить много, но трудно и столковать, потому что нельзя нас неспособно слушать. А учет точно про православие. Ничего не объяснишь, о чем мы не сомнительные. Не надо ничего, у нас, значит, все объясняют. Хватит. Вот бояться это как будто голова как бурдюк какой. Лишнее ядро пустит, туда загонал отнес. А душа должна быть так, как Иран. Сколько ты узнаешь. Нет жажды. Слышите Слово Божие. Никакого. Вот заметьте, наши православные ходили, разговаривали в газеты бесплатные. Просто глагол сделали выбор. Выбор мы. Буквально. И выбор. И увидели, что православные раздаются. Все православные. Православные? Православные ничего даром мерзают. Иди сектанткой. Не обманывают. Какие вы православные? Мы говорим, да православные. Бесплатно православные. Да ничего вы не делаете бесплатно. Не обманывают. Тебя обнаружила, разоблачила. Вот как они идут такой. То есть никто не верит, что мы что-то можем делать бесплатно. И когда мы этим делом начали заниматься, никто не поверит. Даже смотрите, что делается сейчас. Монастырия основали. А монашки шарики шарятся по магазинам. Все время они шарятся. Все упрашивают, включат. У них и пенсии есть. Доставки по-за глаза. Куда? Там выбрасывают. Где что-то это не пропадает. Когда я узнал подробности, те же-то есть. Даже поверить страшно. Но ясно, что никаких монастырей нету сегодня. Один обман. Они просто, если такие крышу создают над днищами, за рубежами из них ищут. Как глаз прижмули. Что выдавать? Он говорит, я машину встану из-за квартала, а потом буду сюда спросить. У него даже особняк. Сфотографировались. Он лежит. И лежит на картонке и продягивает руку. Ему себе подают. Я в день зарабатываю. 470 долларов. Не хватает. В день. А таких-то людей. Специально курсы. Как уметь выпрашивать. Курсы открываются. И он говорит, а сколько у тебя там начальника? У меня 150 человек выпрашивают по городу. А вещами я собираюсь их, но им даю там 18% и прочее. Это сегодняшний монастырь. Где бы я ни пошел, все дала дали. Слушай, я делал организацию. Думаю, спрошу я что-нибудь дала дали детство. А ну уже дали все. Приходили монашки. Интересное дело. Прости, Господи. Не может? Саша кажется, говорит. Никто этого раньше не знал. Монастырь, значит, моно один. Ты должен отделиться, закрыться. И там монастырь заподевающий мир. А не то, что черная одежда надела, теперь ради этого хотите трясти. То есть он креется абсолютную сверху. Без этого не надо ничего добавлять. Значит, есть вообще монастырь. Спрашивают, я пойду в монастырь. Надях меня спрашивает. А когда ты в монастырь пройдешь? Ну, хочешь, иди сидел. Он за больными указывает. За большими греховщепистами. А то если все любят. Больше пользы будет. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. А уже точно про нас. Особенно про нас. Но вы снова, вас снова нужно учить первым началом Слово Божье. И для вас нужно молоко, не твердая пища. Двенадцатый стих, кто говорит здесь? Кто говорит двенадцатый? Ты здесь. Это про нас. Это про нас. Как-то серьезно, что я не договорил, ничего не понимаю. Моя твоя не понимает. Всякий питание молоком не сведает, что это правда. Потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенными, у которых чувства, навыков приучены к развлечению добра и зла. Вот это нужно научиться. Что есть добро и что зло. Тринадцатый стих. Правду называет самого Христа. Самого Божьей Жицы. Правду называет самого Христа. Говоря так. Двоеточие. Тот, кто причастен. Унижение. То есть его можно унизить, Бога, Ангела и Невможника. И учение о плоти не принимает возвышенного и достойного Христа учения. не принимает возвышенного и достойного Христа учения. Так как он младенец. Младенец в кавычке. Так как он младенец. В кавычке, потому что он взяты из конфетки. Он младенец. и не способен принимать его. Дома пересчитайте несколько раз. Там за смыслами могу дойти. Еще запишем 14 стих. Видишь ли? То есть мы же не хватки носить духовную, тогда все Бог открывает. А духовная жизнь, говорят, вот духовная жизнь. Я давал брошюрки такие. Духовная жизнь так и выживается. Чем занимаемся? Что больше всего читаем? Молишься? Узнать духовно ты человек или нет? А посмотри, с чем сразу решать это делается. Узнать духовно и не духовно сразу может человеком. Любишь ли ты ходить на благослужения в церкви? Читаешь ли ты охотные ранголи и библии? Слышишь ли ты священные повести? С удовольствием ли ждешь, когда станешь на молитвы? За всеми благодаришь Богу? Ведешь ли духовные беседы? Видишь ли нуждающиеся? Спешишь ли как-то помочь? Опять все показывают. На этом с ревности. Не так, чтобы толкали тебя, ты что? Отпустили и упал. 14. Видишь ли, что необходимо обучение? Необходимы обучение, упражнение и опытность. Обучение, упражнение и опытность в писании. Списание Башебутов. Если мы намерены различать, что есть юридическое, что есть юридическое и что не таково? А что не таково? А не просто. А не просто ко всему склонять слух. Вы знаете, как было у Парисии один ученик по своему городу? И какая беда большая с ним произошла? Да. Это может случиться с нами. На днях мне один человек говорит, у меня так и получилось. Наверное, пристал к нему попутчик еврей. По-своему, по-еврейски вере. Бес не зовет. И когда создали монаха, как монах, он молчал про себя. Ну, есть люди, которые никогда о Христе не сказали. Просто, а знать-то, может, он и знал. А тот ему говорит, ну какой это Христос? Он же не Бог совсем. Ну, родился от Марии. Да, он умер. Ведь он же и не Бог. А он не дал ему сдачи. Ничего не стал достать. Я только сказал, а может быть, и так. А может быть, это значит вера-то никакой-то. Когда он вернулся обратно из города-то. Ночью я продал, там кальзинки ходил. Ну, плетут там потом, чтобы для питания-то. Я пришел. А по истингу даже не смотришь. Так я пришел. Вот он я. Он день-другой не разновались с ним. Он до того расстроился. Впереди встал. Да это я твой ученик. Я же Василий. Какой Василий? У меня христианин пришел. Ну, отступник. Иуда, предатель. Ну, какой я предатель? А ты ничего и не знаешь? А когда ты в дорогу шел? Ты с кем разговаривал? Вот это телевидение работало. Сирий. И когда он тебе сказал, что Христос, может, не Бог истинный, ты что ему сказал? Вот Мангстафон записал точно. Ты не сказал ему, что может быть? Да так я и сказал. Может быть, он и не Бог. Может, действительно так. Я и сказал. Может быть, так. Ты думаешь, я сказал, что ты сказал? Ты оберегся от Христа. Ты сатарев, ты на душу. Уди от меня, чтобы глаза не смотрели. И сколько я не плакал, просил. И как закончилась эта история? Считайте житя поиски великое. И что-то тебе говорят. А может, ваша вера православная и не спасительная? А может, и в другой вере может спастись? А может быть, и другие спасутся? А то может быть и так. И четко должен сказать, кто слышал о православии и не принял, в другом пути ему не будет дано. А то все цветы говорят одинаково. Так это ты восхваляешь? Что я верю? Да, восхваляю и буду восхвалять. И в этом весь смысл. Так, прошлый раз мы не закончили читать журнал один. Читец мой, где? Мы читали тюремные записки одной женщины в тюремном воспоминании. Где-то это слово? Закончим. Все, она находится еще в тюрьме. Так, что я вам сказать, вчера поставили нам телефон в стрелке, и подъезжаю, запишите. Двадцать четыре. А вот на мое имя, то есть у меня два телефона теперь. Двадцать четыре, тридцать восемь, сорок шесть. Поставили, значит, в церкви и здесь. А теперь мы еще два осветления сделаем, четыре телефона будет. Ну только, когда поговорят по одному, остальные вырвем. Потому что начальник, сегодня я разговаривал с ним, который начальник над этими телефонами, он очень расположенный и говорит, когда бы что вам не потребовалось, всегда прощайтесь. С удовольствием вам поможет. То есть вот так Господь располагает людей. Телефон этот не скоро мы не скоро поставим, но нам, видимо, поставил Баварин и Трачкову, и они поэтому говорят, мы так не делаем, не переименуем, у нас такое ходатайство, я бы говорил, да ты нас там на это здесь не увидели, там отбаваренные, все. Вот так нам Господь дал добрых помощников. Конечно, это приятно, но иметь знакомство на небе еще лучше. Так, слушайте. Женщина описывает, как она находилась в тюрьме, и для того, как мы считаем, чтобы научились ценить, что мы имеем у себя дома. Какие комнаты, натопленные, ванны, чистенькие все, постельки у каждого. Вот, когда это прослушаешь, ты дома придешь и скажешь, какая счастливая и божатая. В тюрьме страшно бояться, если в камере покойник. За это часто сменяется все начальство. Однажды утром нашли угонные, повесившиеся монахи. Утром всех вызвали с вещами в коридор, и каждая должна была по выклику ее фамилии подойти к столу, где сидело начальство, и подать свое полотенце. Конечно, у кого оно было. Оно развязалось на мелкие куски, потому что монахиня удавилась на полотенце. В городе был пожар, в горели склады инцидентства. Было арестовано много военных. Когда я была в первой тюрьме, рядом с нашей камерой была камера смертника. И вот раз ночью, мы слышим ужасный кейк. Оказывается, сидело двое приговоренных к смерти военных. Один задымал, а другой в это время дымился. Когда тот проснулся, тот отвечал страшным голосом и лишился рассудка. Скоро выяснилось ошибка приговора, они были невиновны. Мне пришлось быть в этой смертной камере, когда нас переводили в пересылку. Мы провели несколько часов, было очень жутко. Сидел в тюрьме в пересылке врач 60 лет, заведующий туберкулезный диспансер. Был приговорен к смерти. Затем изменили приговор с сыркой на 20 лет. И, наконец, выяснилось, что он был арестован ошибочно. И его отпустили на свободу. Мы его дали. Раз у нас камера находилась очень сильно больная, надо было немедленную помощь. И тогда его вели к больной под надзором. Очень много сидело с нами людей, уже зарекомендовавших себя на научном поприще. Одна женщина-врач еврейка, работавшая при Бельгинском университете, имела научные труды. Она была арестована, как бывшая законница. У нее дома осталось двое малюток, девочка 6 лет и мальчик 2. После долгих усилий ей удалось добиться свидания с детьми. Когда она ревнулась от них из свидетельств, то стала тосковать и таять, и каждый день с ней делались умороки. Благодаря сильным связям она была освобождена. Когда она уходила из камеры, то сказала нам, что если она свободна, то даст нам знак. И действительно, когда объявили, что она свобода, и стали осматривать ее вещи, она сказала, что одна вещь не я. Как-то попала из камеры и просила ее вернуть. И действительно, ее принесли в камеру, и тут мы порадовались за нее. Рядом была камера, где сидели женщины-вредители. По советскому закону жены-вредители. По советскому закону жена ответственна за мужа, ибо должна заявить, что муж приступил. Таких заключенных всылали сотнями и без всякого суда. Судить нас тройкой. Судить нас тройкой. То есть председателя. Первое, председатель фактического Сурика, дальше прокурор края. И один из израиленных принесал какой-то еще. Но потом, когда всех людей осудили, потом все эти тройки, все до одного были расстрелены. Ни одного человека не оставили. Я думаю, что тут все было компонировано. А когда они судили, как они издевались. Вот у нас есть фильм. И опять окаянные дни в России. Помните, как они хохотались, смеялись? Такая актелька понравилась. Видеозапись. Страшно смотреть, как работник в лагере был один. А у него внук родился там. И он теперь просит. Покажите, кто такой у него был отец. А как раз детство любил его отца там. Вот так он состроится. В одну ночь выносят по 500-600 приговоров. Конечно, судят заочно. Напишущие на шинке заготовлены бумажки, куда стоят имя и фамилию и число лет заключения. Начиная с 10 до 20. Это стандарт. Сидел я с марта по 9 сентября. Вдруг в одну прекрасную ночь называют мою фамилию. Конечно, я из коллега беру. Еду в черном уровне в НКВД. Повторяю. Повторяю. Сознайтесь. Так как я была снята с работы, а надо было как-нибудь жить, то один знакомый профессор дал мне пишущую машинку, и я работал на учреждении. У нас такая спешка, что машинистки, работая по 14-16 часов в сутки, как я работал за снятие, не успевают все делать. И вот кому доверяют, дают работу на дом. Так вот этого-то профессора арестовали. И будто бы он сказал, что я у него была секретарем и писала контрреволюционные бумаги. И что уже 100 человек арестовано по этому делу. И что профессору грозит расцвет. Я никогда никаких политических дел не имел. И он политикой не интересовался. Однозначно. Он был верующий. Ему было более 60 лет. Он и не скрывал, что верующий. Продержали меня ночь. Сажали воду носом. Водили по комбинетам следователей. Говоря. Вот иностранный шпион. Посмотрите на него. Говорили разные фуры на религию и Божией Матери. Дали мне бумагу и карандашу. Приказали написать. Который знает, что я писала для него. Я ничего не написал. Ибо было нечего писать. Отпустили подумать. 27 сентября привезли меня с новым королевством. Сфотографировали в шести входах. И опять отпустили подумать. Затем мы были днем в канцелярию. Мы дали открытку, за которую надо было заплатить. И я сидел 8 месяцев без копейки. Пришлось занять одну арестованную 5 копеек. Пишите знакомым на квартиру, что принесли смену белья и платья. Сказав, что повезут меня в Ленинград. 22 ноября. Ночью. Выговорили меня еще одну финку. 12 конвейерами перевели на вокзал. Где мы сидели за решеткой несколько часов. Потом посадили в этапный вагон и повезли к их городу. От нашего города до Москвы надо ехать в 18 часов. А мы ехали в неделю. На дорогу дали 3 пайки ржаного хлеба. 4 кусочка сахара и кусок соленой рыбы. Рыбы я. И в тюрьме всегда меняла на соль. Так как не могу переносить даже ее запах. В Ленинград привезли нас ночью в шпаленную тюрьму. Посадили в изолятор отдельно друг от друга в комнату. Когда стало светло, я увидел голуби на карнизе крыши. И так была рада. Утром нас вывали в бане. Дали даже мыло. Одежду осмотрели и прокалили. И дороги непорядочно набрались всякой нечисти. Затем позвали нас в первый кабинет. И объявили, что высылаемся за границу. Посмотрели одежду. Порвань-то выкиньте. Сказал нам сотрудничество. И аккуратно уложите вещи. Увидев, что нет пуговиц на тюрьмах. Она побронила за неряшество. Пуговицы, шпильки, крючки, тесенки и прочее. Все у нас отогвали в тюрьме. Отрезать все, что может дать возможность лишить тебя жизни. Проглотить эти вещи. Пришли. Пришили мне все пуговицы. И сделали мне чемогран. У пинки вещи были в мешке и в каблуке. Такие дали большой лист бумаги. Мы сделали приличный пакет. Поведу нас в вороне на вокзал. Были с нами двое мужчин и женщина в штатском. А к нему двенадцатый солдат следил за нами. Когда нас выходили из ворона, то мужчина пошел с пинкой. Женщина со мной. Как будто хороший и знакомый. Даже настолько деликатный, что мужчины вместо нашей вещи шли и разговаривали. На финансском вокзале сдали нас железнодорожного МКВД и удалились. Тут нас заставили подписать, что мы получили билет до девчонок. И сахар, который выдали нам в момент отхода поезда. Призыв на ходу. Не дали нам ни денег, ни провизии. Когда железнодорожный стража обыскал наши вещи, очень удивилось отсутствие у нас денег. Тут впервые мы встретились с добрым сердцем людей. Нас напоили в кофе, дали денег. Когда мы отказались, то оставили деньги на комитете у нас. И были очень оберченны нашим отказом. Поехали мы. Возьмем тоже направление. Хотя моей спутнице в финке надо было ехать совсем в другое место. Нашли добрые люди и купили ей билеты и от города. Как было нам радостно, когда кондуктор на большой остановке позволил нам выйти из вагона и погулять. Вы просто не верили вкус свободный. Редчайший учил, что остались живые, что они перенесли. Так что вы сейчас хотите занятия, можете выйти, завтра можете воду иметь увидеть, воробья. Порайти к дереву погладить его выходит. Цените это все. И вы даже не знаете, какие вы богатые. Когда один ученик рассказал, говорю к учителю, ничего-то у меня нет. Он говорит, я кое-что могу у тебя купить. Даю тебе 2 миллиона за твою белую руку. Как ты говорил? Вот я тебя отрезаю, потому что нужно о другом пришить. Что же я ее отдам? А за право даю 5. Нет. И дальше начал ему, за глаз я тебе 10 миллионов даю. А за право за 20 миллионов. А теперь скажи, сколько у тебя есть богатство, и ты не продаешь. Так я еще самый малый сыр назначал. Может быть и за 10 не продаешь, может и за 20 продаешь. А все это у нас есть. И свобода. И приедете домой, у кого-то надо еще и дверь сегодня на весе. И вода даже есть. Да. А может у кого-то и постель дома есть. Испомним этих людей, которые ничего не имели. И мы ничем не выше их. И такие люди сегодня в Китае верующие томятся. Томятся в других странах сидят. Какие издевательства над ними творят. Помните, это лунг-мунгу разное. Бросали в башье баки с кислотой. Просто там нигде не было. И я читал про одну дочь княжескую. Каждую ночь приходили, и военные насиловали ее. Прикинь все это. И мы ничего этого не слышим. Даже не слышим. А уж если сосед громко включит музыку, можно и мурицы вызвать. А они вопре, убивая, мы слышали. Поэтому на сегодняшнее, что у нас есть? Пусть уставят на пользу благодарности. А мы-то еще какие счастливы. Какую истину Бог дам. Сколько побед одержим только в этом. Там и в последнее время мы все это имеем. Научите славить Бога. Так, пойдемте дальше. Послание непростое. Почему? Оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству. А вот сегодня мы сказали. Оставивши все эти обряды, церковные учения, поспешим к начаткам учения. А тут учения начатки уже оставить. А мы даже к начаткам учения еще шажели сделали. Ну просто хотите убедиться, ну пойдите, в любой храм, где угодно зайдите. И скажите сам себе, я пришла послушать моего Господа. Кто-то что-то бормочет. Кто-то ходит. Кто-то угли разжигает. И все это надо. Не обходим, это наша промокровная вера. Но должно быть главное. Главное это знать Христа. Христа мы знаем. Нет проповеди. Жилого общения. Ведь возьмите вот, когда переводили на родной язык, допустим, для евреев, которые жили в Александрии. А там первый их перевод был. Перевод семидесяти называется. Тех, кто агента. Как-то это легко так прошло. Никаких смут не было, ничего. А дальше, как-то это на другой перевод был. Переводил иероним. На латырске. Посчитали ересь. А сейчас называется вульгата. Общепризнанный католический перевод. У нас переводили Кирилл и Ефродий. Немецкий епископ арестовали к ним. Но у них еще чего русским людям доклоняться. Еще захотели. И нашли обоснование на священном писании. Что можно людям читать только на еврейском, на греческом, на латвийском. То есть теми словами, какие на кресте были написаны. Ну, какое это же не на кресте-то написано-то? Там таких едицев, там не было китайцев, не было. А, если бы китайцев тогда был, там, наверное, это где-то написали. Ну, как бы это. Почему елка? А потому что Христос есть образ. Я просто хочу показать вот это благословие. По-другому я не знаю. Почему на Рождество украшают елки? У тебя в головы шариков не хватит, на что эти академисты придумали. И изместивили. Во многих семьях праздник Рождества устанавливает елки. Этот обычай основывается, как на словах пророка Исаия, спасителем, выпишкой. И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветер произрастет от корня его. Исаия 11.1. Так и на словах церковного песнопения основывается в честь событий Рождества Христова. Христос в отрасль от корня Исеева, и свет от Него произрастет от Девы. Вот поэтому мы елки рубим их. Поэтому поклоняемся дереву. Украшение сухих ветвей елок светильниками и сладостями поучительно показывает, что наша природа бесплодная и безжизненная ветер. Только в Иисусе Христе источники жизни, света и радости может принести духовные оплоды, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Галатам 5.22. А когда ходит из Иоанна Елка стоит, посмотрите, уже стаит. С обратной стороны эти околая лошадь, правда, стаит почему-то жертвыми подчехами все эти. Все стены из снега построенные. Кто думает о благости, а вере, милосердие? Чего тут придумывается? Пьяные, бутылки, валяются везде. Да и дома-то что? Лишний раз погулять. Ведь миллионы ёлок порубили опять. И находятся какое-то обоснование. Вот за это одно только мы были напянули тоже. Написано, что священное писание нигде нельзя употребить. Он в Иране. Если газеты, и на них хоть одно слово написано, там крючок, Бог, и ты её смял там и бросил в дурну, тебя уже арестуют и ты будешь сидеть. Уважение к Богу какое? У мусульман. А у нас, посмотри, что и как. Священное писание взял и обосновал. Можно? Да как в Библии всякого жито падая лопатей. Что угодно может доказать. Но нельзя же так в самом деле кощунствовать на Слово Божие. Ёлка есть, ёлка, она росла за поклонение к дереву. Бог проклинает людей. Это дерево поклонства. И святой Эгенеон повстал ночью, дерево это срубил и сжёг его. Сразу, чтобы людей поклоняли. А это украшает сокровища. Все данные вешаем. А что можно делать? Ёлочка. А если веточка есть, веточку украшать и полный. Это разрешается. Листиными, шерохолистиными указаниями было. Это неприкрытое и ничем не изыщество. Его поклонство. И вдруг хотя объясняешь. Так и надо. Вот покажи кому-нибудь. Вот до сегодняшнего дня. У кого ёлки безрюбаешься? Скажи, а ты знаешь? Это по Питанию. Никто не знает. А этого у них ума настолько хватает. Вот абсолютно везде всё объясняют. Отряснять ничего не надо. Сказать это грех. И отойди от этого. Павел говорит, посему остававши начатки учения Христова, поспешим к совершенству. И не станем снова полагать основания обращения о смёртвых дел и вере в Бога. Учения о крещениях. О возложении рук. О воскресении мёртвых и о Суде вечном. То есть это начало, что перечислить на какие темы. Это каждый человек уже должен знать. Перечисляем о чём? Полагать снова основания. Обращение от мёртвых дел и вере в Бога. Что такое мёртвые дела? Как от них отойти? Как не участвовать? Что такое вера в Бога? Учение о крещении Я. Что такое крещение на креститель? Что оно означает? Что правильное наше крещение? Почему мы так говорим? Это всё основания. Правильное даже об этом обсуждать не будет. Вот и так всё знаете уже. Теперь, что означает крещение Духом Святым? О крещении Я. Что такое существует? Три. Далее. О возложении рук. Вот у сектантов его нет. Настоящего. Вот как в крещении писает археи, когда он не перелёт. Значит, а воскресение мёртвых – это огромная тема. И о Суде вечном. Не станем полагать основаниям. То есть это под наконечко должен знать уже. А в первый класс пойдёт, что тот же Божий. И это сделаем, если Бог позволит. «Ибо невозможно однажды просвещенных, искусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и искусивших благого благого Божия и все будущее веков, и оставших. Он всё знал, ходил, причащался и отпал. Таких людей невозможно опять обновлять покаянием. Когда они снова воскресняются до Сына Божия и ругаются Ему. Сравнение. «Земля, слившая многократно, сходящая на неё дождь, и произвращающая зла, полезный тем, для которого возделывается, получает благословение от Бога. Ну, когда всё сплетёт, где грязь и плотает. А производящая тернии молочные крапивы и сыра всё негодно и близка к проклятию. Конец которого – сожжение». Вот вы понимаете, что от нас произрастает. «Сей доброе семя всегда, пожнёшь, что посеял тогда. День жатый придёт незамедленность, пожнёшь, что посеял тогда. А рядом о страшное поле, где враг ли посеял, там зло. Колючий, опасный, травой лицарь. Пусть там оно заросло». Хороший палац. А это из песнопения Бабкисты. Как-то просто и понятно. А это всё наше, всё было понятно. «Впрочем, о вас возлюблено ему надеемся, что вы в лучшем состоянии и берете спасение, хотя и говорим так. Ибо не неправиден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послуживший искажать святым. Желаем же, чтобы каждый из вас до совершенной уверенности и надежды оказывал такую же верность до конца. Да бы вы не обрелились, но подражали тем, которые верой и разнотерпением нас следует обетование. Нам напоминается о первой любви к Богу, когда уверовали, как спешили, стремились, а потом постепенно всё оплодевало. Теперь только одно название, что сходил в храм, отбыл, а должна быть ревность. И ревность эта умножка ожидая не оказывается. Запишем. Второй стих. Так как покаяние само по себе не может явить нас чистыми. Не может явить нас чистыми. То есть покаяние. Я признаюсь, я виновен. Ну или у вас преступник кажется, пересверивает. Если его разогласили. Поэтому, вот поэтому, мы крестимся. То есть как вода смывает тело, так грехи смывают, что в воде. Без крещения ни один не войдет в нашу небесную. Поэтому мы крестимся. Чтобы всё было, делом благодати Христа. Чтобы всё было, делом благодати Христа. То есть не от нашим делом, а по милостиве, по милостиве Божией. Чтобы и в бесспорно добрых делах, чтобы и в бесспорно добрых делах, мы не доверяли. Мы не доверяли, собственно нашему суждению. Собственному нашему суждению. Собственному нашему суждению и своим силам. Значит, следующее у нас занятие будет во вторник. Никаких изменений вроде бы нет. Крещение будет в понедельник. Богослужение у нас будет в субботу в 4 вечера, в воскресенье в 8. В воскресенье в 4 вечера, и там батюшка берет, видимо в 8. В воскресенье, сегодня я встречался с Семкиным Борисом Матильевичем. Это профессор, доктор и академик. Какие у него звания большие, мы побеседовали. Они хотели мне помочь, написать ходатайство на законодательное собрание. Я сказал, что у Сырикова было. А он говорит, в прошлый раз вы сейчас обижу с главарью, с Сыриком в следующий раз наверное дойдете уже еще одним органом. Шутите. Я говорю, наверное дальше уже не пойдут. Они хотели написать ходатайство. Сами вы говорите. Все профессора, профессор. Вы сейчас потеряете. Что давно уже знаете, чтобы как-то внимательнее отнестись. Так все мое дело сейчас что-то главное, брошено потеряется. Кому вас дали дело? Его звать Игорь. Фамилия Борисом. Евреев. Игорь Бениаминович. Б. Бениаминович. Я сегодня с ним поговорил, я говорю, я вас не видеть хочу. Скажите, а кто инфанатский? Я говорю, а мы послание к евреям проходим. И стал рассказывать, что такое еврейский народ и как. Немного так. Я говорю, что он так весело смотрит. Ему будет командировка, видимо в Потеряевку и маму так в четверг. Я говорю, возьмите меня с тобой. Журавленок, журавленок, и возьми меня с тобой. Ну, я говорю, ответить вам, бух это будут жужжать? И кто и другое, только они. А вы же даже нас, я слышу. Там юристы сидят, помогают. Твои юристы очень к нам расположены. Работники по администрации. Мне говорят, у нас так не будет. Обязательно. Говори, к вам будут или вы будете. Он и не знал, что я-то не потеряюсь. А ты говоришь, вы меня там встретите. Я говорю, так я здешний. Как здешний? А что вы там здесь клопочите? Она меня потеряет, Килипийский доверенно. В печати, общее собрание прошло, что я доверенный вести суды, арбитражные, получать бумаги, отвечать. Он посмотрел в печати, где делал другое. А то у нас здесь потеряются некоторые там, там на лицаре. Он только летом приезжает и тоже. Я житель потеряю, я вы здесь. Потеряюте прошлоещее совещание. У меня есть право. Почетные жители потеряются. За большие заслуги, за основания, за то, что я больше полгода и там пробываю. То есть по всем правилам подходит. Но жить я там не живу. А устав не должен быть нарушен. Там написано через полгода иметь право голоса. Поэтому сегодня решение постановили, ну как, допустим, какой-то деятель в Нью-Йорке. А мы уже так относительно потеряемся. Заслужился за посет на жителей потеряется. Вот. Значит, об этом попрошу помолиться. Для нас вопрос исключительно важный. Получить деньги. Ламин, который больше всех против, его звать Борис Владимирович. Борис Владимирович. Не соглашаемся. Что? Сама предъявление дадим. А это не дадим. Что мы и стараемся сельсоветом. Мы закончили юридической работой над уставом. Хорошие китульные листы мы все сделали. Мы сдали. И вот мне предстоит, видимо, на следующей неделе выступить в Думе предложенных. Я прошу помощи. Дальше. Конгресс Алтайской интеллигенции. И там будут представители всей власти. Видимо, Куриков, Баварин. И у меня есть шанс выступить. Возможно. Но перед этим можно сказать, как от организации. Чтобы мы собрались в воскресенье и вынесли это решение официально. И тогда на планке отпечатаем. И мы сейчас решаем, кто выступит. Для нас один очень большой человек. Депутат Думы. И мы по телефону разговаривали. Кто выступит. Я или вы. То есть, как это будет выглядеть. И мне только наказывается. Я говорю. Нигде не задевайте коммунистов. Вот кто видел последний постановку. Ревизоры договори. Там добшинские, легшинские. Один говорит. А другой говорит. Нет. Вот так вот. И мне говорят. Только коммунистов нигде не задевай. А я в документах показываю, что тогдашний коммунист запретил. Ну зачем вы это говорите? Я говорю. Ну тогдашний вытащат хорошее это. Тогдашний. Глава администрации. Коммунист сказал так-то. Раздавим бандидерами. Но жить не дадим. Ну еще что должен сказать. Что фашистов. Нету коммунистов. Вот. Предложили выступить в средствах массовой информации вчера. Не знаю как будет. Это все по земле. Но по земле так. Бог у припек. А главное сказать. Остатусы самоуправления. Почему не дают. Как местные власти зажимают. Ну а мне видите. Шагнуть на ту другую сторону. Я еще не соображаю где. Так. Я просто излезу и говорю как есть. Не прикрытым. Открытым текстом. А глава администрации. Он так позицию занял непонятная. Мамонтовская. У него помощник Евгенов фамилия. Он выступил на нас. И написал письмо на сырик. Он мне случайно показали. В краевой прокуратуре. Когда я смотрел. И он на что попало. Как будто пьяный писал. Я пересчитал. Я ему сказал. «Она меньше. А по содержанию она выше. А если ваша сравнить с краевой. То ваша меньше. А если краевые и средницкие в Москве. Тоже. Не поэтому же решаются. Я говорю вам фамилия Ненавильенов. Родители ваши были достойны этой фамилии. Она означает благородно. А вы вашим недостоинством приступите к этому. И написал. Неуважающий ваш злобный дух христианский проповедник. Подробно ему. А его дать Михаил. Я ему расшифровил что означает. Михаил никто как Бог. И вы будете сокрушены. А они подыспятся под меня подать в суд. О И И И Продолжение следует...